Ребята, всем привет! Это необычный выпуск, досмотрите его обязательно до конца, там будет развязка. Но этот выпуск стрессовый, возможно вы стрессанете вместе со мной, кто за нас переживает. Я, забегая вперед, скажу так, что простыми словами, в момент того, как это все происходило, я вот чуть не обосрался. Мне было страшно за то, что мои там, я там. В общем, досмотрите до конца, все поймете, узнаете. Смотрим. Ну что, друзья, мы едем дальше, а вы давайте вместе с нами, пока мы куда поедем, я не знаю, держим путь по Севастополю, в Балакалаву, а там... Для нас пока это тоже загадка. Здесь место прекрасное, ну конкретно где вот мы стоим. Пляжи, конечно, переполненные, цены на набережной дорогие. Севастополь, конечно, это мощь. Поэтому подпишитесь на канал, поставьте лайк этому выпуску, нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать свежие выпуски. Ну и, конечно, подпишитесь на наши инстаграмы, ссылочка в описании, потому что в выпуске выходят с задержкой, а в инстаграме все сразу онлайн. Мы все показываем, рассказываем. Конечно, все более подробное всегда в выпусках, поэтому подписывайтесь и на инстаграмы, и на канал. Погнали вместе с нами дальше. Ну что, ребята, все, мы выехали, и едем вот по такой вот сосновой рощи, это прямо возле нашего места. Когда мы сюда приехали, у меня загорелся АБС. Я так и волновался, и сейчас уже маршрут проложил к сервису, как смотрю, у меня пропала ошибка. Блин, это прямо самое радостное, что сейчас может быть. Это хорошо. Значит, мы просто сейчас сдержим путь. Куда? В Фиолент, наверное. Да, мы с Фиолент поедем. А там дальше будет видно, где мы будем ночевать, где мы заночуем. Ну, по традиции предлагаю проехаться с нами, посмотрите наш путь, посмотрим, где мы упадем спать. Погнали, друзья. Но перед этим поставьте сейчас выпуск на паузу, подпишитесь на канал, поставьте лайк выпуску. И, конечно же, поддержите комментарием, напишите, что-нибудь напишите. Я все комментарии читаю, и на все комментарии я отвечаю. В общем, нам удачи, вам хорошего дня. Погнали. Перед тем, как поехать, я хочу заехать в одно место. Мы в прошлом году возле него жили. Но мы там не полетали, не было дрона. И, соответственно, там ничего не снимали. Поэтому в этот раз я сейчас обязательно заеду и для выпуска сделаю прям контент. Со мной приключилось что-то нереальное. Меня задержали военные. Там находится боевая воинская часть. Допросили, изъяли. В общем, друзья, неожиданная нота. Но мы, короче, доехали, точнее, чуть не доехали до Фиолента. Через 600 метров. Развернулись и поехали в Подольск. Что-то у нас, знаете, как все, как снежный ком намоталось. Различные из-за этих, видимо, ситуаций недопонимания. Может быть, когда-то потом с вами поделюсь. Пока не хочу. В общем, мы возвращаемся. Что будет дальше, я пока не знаю. Но все, кто был с нами, все, кто поддерживал как-то наш канал, огромное спасибо. Мы сами, не ожидая того, просто сейчас возвращаемся. Хотя в планах было все, конечно, по-другому. Обидно, как говорится. Ну да ладно. Все, всем пока. В общем, ребята, сейчас прошло немножко времени. Эта ситуация, конечно, меня, так сказать, подкосила. Но сейчас я уже могу, так сказать, спокойно о ней поговорить. Итак, я сейчас расскажу, что в итоге произошло более подробно. Что со мной случилось. В целом, с нами, конечно же, потому что мы все были. В общем, ребята, вы видели, что по пути я решил заехать на одно место и снять для вас контент. Но мне не получилось. Мы двигались на Константиновскую батарею. Которая находится в Севастополе. Мы в том году там были. Спускались там на пляж. Но в этом году чуть-чуть там изменилось. Мы не стали заходить на экскурсию. Я просто принял решение, что мы неподалеку от нее остановимся. Я запущу дрон. Поснимаю эти пляжи. Там такие красивые обрывы. Сама вот эта батарея, как она выглядит. Говорит, ну, сделаю кадр классный. Вставлю это потом в дальнейшем, в большой выпуск. Полетал я минут, наверное, 10-15. Как ко мне подходит сержант или фрейтор. Или как-то у них там в море, по-моему, другие звания. Но не суть. Короче, подходит и говорит. Вы запускаете дрон. Я говорю, я летаю. Он говорит, а вообще вы в курсе, что его сейчас могут сбить? Я такой хлопс. И тут я уже начинаю догонять, что там стоит воинская часть. И я, походу, летаю над ней. Ну, думаю, ладно, сейчас я посажу. Он мне говорит, документы есть? Я говорю, есть. Берите документы. Пойдемте со мной. А я такой хлопс. Думаю, вот дела. Короче, сажу я дрон, беру с собой паспорт и пошел с ним. И там, знаете, как получается КПП и еще один пропускной пункт, вот как раз в эту батарею. Там стоит охранник, как начал, там, вот, все, давай, вызывай прокурора, там, военную полицию, пусть они сами с ним разбираются. И, короче, начал вот эту суету наводить. А я такой не в понятках. И думаю, вот дела, вот попал. И у меня начинается такой, ну, сами понимаете, внутренний мандраж. Он в итоге меня оставляет возле КПП, говорит, жди, сейчас кто-то придет. Вот, в итоге приходит еще один, ну, назовем его сержантом, с каким-то там значком, начинает опять уточнять, берет паспорт, фотографирует, уходит, ждет ему команду. В итоге меня заводят туда, вовнутрь, я сажусь на КПП. Приходит еще кто-то, опять смотрит, задает какие-то мне вопросы. Летал, не летал, зачем летал, ты кто такой и так далее. Я это все со всеми объясняю, что просто блогер, просто снимаю, просто для контента, вот мой YouTube-канал, ничего такого. Дрон со мной, телефон со мной. Ну, сказали мне изначально, бери всю эту аппаратуру. Далее приходит спецназовец, такой крепкий парень. Он из службы ФСБ, ну, там спустя минут 30, наверное, 40 он подошел. Естественно, запрашивает мой дрон, смотрит как что, телефон. Спустя время он приносит свой компьютер, ему поступает команда изъять технику. Он забирает все, что было у меня и говорит, что сейчас приедет там ФСБ, ЗГТ. Если все это увидят, естественно, изымут и телефон, потому что за счет него ты управляешь флешку дрона. У меня там получается три флешки в моем, так сказать, кейсе от дрона. И тут я все, я сажусь на измену, я понимаю, что и телефон со мной, и это не просто телефон. Тоже новый телефон. И я начинаю просто нервничать. В общем, он берет флешку у меня, смотрит, перекидывает себе, ну и как бы говорит, я удалю с твоей флешки и как бы тебе верну ее. А дальше нужно будет ждать. Если ЗГТшники приедут, то тебя все конфискуют и не отдадут. Если повезет, то сейчас мы вызываем гражданскую полицию, они тоже приезжают, тебя опрашивают и, возможно, все, так сказать, мирным путем. В общем, забегая вперед, скажу, что я там провел четыре часа. Четыре. В мыслях было вот все подряд, вплоть до того, что сейчас реально приедут какие-то сверх пупки с этой армией, либо просто всю зиму там куда-то меня вообще увезут и так далее и тому подобное. Но все обошлось, приехала полиция, проверили документы, составили заявление, что они там составляли, опросили всех, кто там был, все дали свои показания, я дал показания, что и там суть заявления была такая, что как бы я, да, полетал в мирных целях для своего контента и что при первой же просьбе военного я сразу всю технику предоставил, они ее посмотрели и удалили. Далее мы прошли с полиции в машину, они досмотрели в машину, вывернули там чемодан Настеньки, докопались еще до компьютера, который лежал в вещах. Он говорит, а зачем так прячешься эти компьютеры? Я говорю, да господи, ну просто так, что такого-то? В общем, еще там помудухали парочку вопросов и все, на это меня отпустили и мы уехали. И именно вот эта ситуация нас так жестко прям как-то подшатнула, что ли, по ногам ударила, что полезли в голову очень плохие мысли, негативные, слепился этот снежный ком и сожлала лавина, мы плюнули и поехали в обратную сторону. Вообще, ребята, вот так это все произошло. Кто имеет дрон, всегда выбирайте место, где летать и думайте, стоит ли или не стоит. Скажу одно, что у меня не забрали технику по одной простой причине, что немножко была правда на моей стороне, что когда я туда подъезжал, нету ни единой таблички, что полеты на дрон не запрещены. Нету. Это сыграло в мою пользу. И когда приехали полицейские, он так и сказал этим военным, а что вы до сих пор таблички не поставили, что летать запрещено. Ведь это не первый раз. То есть я не первый и, возможно, не второй, даже не третий, кто попадает в такую ситуацию. В общем, ребята, кто летает на дронах, думайте, где летать. Лучше осмотритесь. А Севастополь вообще интересно. Ведь там все в этих воинских частях. Хорошо, что я уже не там. Сейчас я летаю спокойно. В общем, спасибо, кто переживал. Спасибо, кто в Инстаграме мне писал, куда ты пропал, где контент, что случилось. Написали мне на WhatsApp подписчики. Спасибо. Бывают такие ситуации. Все ради контента, как говорится. Но я, короче, труханул. Сейчас мы в квартире. Перезагрузились. Едем дальше. Летаем дальше. Снимаем для вас контент. Путешествуем вместе. До новых выпусков. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok